Сегодня мы едем в Алмату через Кардай. Дорога из Бишкека до Алматы примерно 240 километров, так что думаю где-то через 2,5-3 часа будем там. Сейчас мы с вами выберем такси, посмотрим как это лучше сделать. Выберем машинку, узнаем цены. В Алмате тоже определимся где лучше жить, в гостинице или в квартире, так что смотрите. Итак, мы приехали на границу, надеюсь что быстренько ее пройдем. Если нет очередей, то кыргызскую и казахскую границу можно пройти минут за 10-15. Такси можно заказать еще в Бишкеке заранее, если зайти на сайт Лалафо, забить там такси Бишкека-Алматы, или же можно здесь на границе найти, сейчас мы это с вами сделаем. В этот раз нам повезло, очередей не было и границы мы прошли очень быстро, без задержек. А это кажется на Секуль все едут, смотрите какая пробочка. Вот мы и прошли все границы, теперь можно заняться поиском такси. Это что за аппарат Вася, как сказал бы Жорик Вартанов. Ну вы поняли да, на чем мы сегодня поедем в Алматы? Совсем забыл, надо было водички взять, но ничего, вот здесь вот на границе есть, можно сейчас здесь взять. Как выходишь, магазинчик. С машиной мы определились, загрузили вещи и выдвинулись в Алматы. Обычно такси это Тойота Кэмри или Киа К5, но в этот раз мы едем на Мерседесе С-класс. В 2024 году обычная стоимость проезда с Бишкека до Алматы с одного человека составляет 5000 тенге или 1000 сомов. Мы договорились за 25000 тенге или 5000 сомов с условием, что водитель довезет нас до конкретной точки в городе Алматы. В этот раз на перевале дорога не была сильно загружена и практически не было машин. Всегда хотел снять эту кордайскую ветряную электростанцию. Оказывается, в советское время на площадке ветряной электростанции находился танковый полигон, и во время строительства были найдены учебные боеприпасы. По пути мы сделали небольшую остановку на заправке. Кстати, если вы забыли поменять сомы на тенге, то здесь вы можете произвести оплату картой. Вот сделали первую остановку на АЗС. Здесь заправляемся, сейчас можно купить водички попить. Что мне нравится на казахских заправках, так это то, что здесь есть специальный человек, который вставляет пистолет в бак. И кроме того, он может протереть вам стекло. Причем это совершенно бесплатно. Надеюсь, что в скором времени и в Кыргызстане ведут такую услугу на автозаправках. Ну а мы после небольшой остановки едем дальше. В принципе, дорога из Курдаева Алматы хорошая. Ну а есть один участок, на котором ведутся строительные работы. Поэтому водителям нужно быть крайне осторожными, особенно в ночное время суток. Когда мы ехали обратно, мы видели аварию именно на этом участке дороги. Из-за этого была очень большая пробка, и ехали мы очень долго. Ну вот, мы уже в Узенагаше, а это значит, что до Алматы осталось около 40 километров. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем больше становится машин, появляются мосты, развязки. А с этого моста уже начинается город. Дорога пройдена, теперь нам осталось добраться до нашей квартиры. Мы приехали в Алмату и решили снять квартиру, а не отель. Сейчас я вам покажу, где мы остановились, жилой комплекс, а потом я объясню, почему мы сделали такой выбор. Жилой комплекс называется Карасай парк, он находится почти в центре Алматы. Удобное место расположения и тихий район. Мои критерии, как я выбирал квартиру. Прежде всего, это цена, затем чистота квартиры, и третье, это локация. Если вот мы вдвоем приехали, если мы вдвоем заселяемся в одноместный номер, в отель, то мы бы истратили примерно по 80-100 долларов за сутки. То есть, если ты приезжаешь на длительный срок, то это ощутимо получается. А квартира стоит на порядок дешевле. Я искал квартиру, которая была бы чистая, хочется все-таки жить, как в отеле. Ну и локация. Локацию тоже обязательно, чтобы была не на окраине, а ближе к центру. Хорошим бонусом для нас был небольшой магазинчик, который располагался прямо около нашего дома. Во дворе жилого комплекса была небольшая уютная спортивная площадка. Наш двор был огорожен заборчиком и была круглосуточная охрана. Почему мы выбрали квартиру, а не отель? Прежде всего, из-за площади. Если бы мы снимали одноместные номера в отеле, то площадь номера была бы примерно 17-20 квадратов. А квартира минимум 35 квадратов. Ну и локация, конечно же. Хотелось бы, чтобы квартира не была на окраине. Все это возможно сделать через системы интернет-бронирования. Потому что, во-первых, там есть фото. Можно посмотреть визуально, где расположена квартира. Посмотреть мебель квартиры, площадь. Также можно почитать отзывы тех людей, которые жили в этих квартирах. Кстати, ссылку на одну из таких систем я приложу в описании. Проживание в квартире есть свои плюсы. Когда ты живешь в квартире, то время завтрака ты выставляешь себе сам. Если же ты живешь в отеле, то если ты не успеешь вовремя прийти на завтрак, то останешься голодным. Проживая в отеле, посещение гостей ограничено по времени. Если же ты живешь в квартире, то ты ни перед кем не отчитываешься. И гости могут задерживаться настолько, сколько тебе нужно. С другой стороны, у квартиры тоже есть свои минусы. Например, если ты едешь в другую страну в первый раз, то, конечно же, лучше выбрать отель, исходя из соображений безопасности. Нам повезло, в нашем доме был домофон и камеры видеонаблюдения. Конечно, для кого-то это не имеет значения, но повторюсь, когда ты впервые приезжаешь в незнакомую страну, повышенная безопасность – это хороший бонус. Еще одним минусом является отсутствие завтрака или шведского стола, как в отеле. Поэтому придется встать пораньше, чтобы приготовить еду. Отсутствие ежедневной уборки, как это делают в отеле, также займет ваше время. Кроме того, в квартире не будет замены полотенец и постельного белья, а также не будет ежедневного пополнения мыла, шампуня и геля для душа. Исходя из этих факторов, вы сами решаете, что для вас выгоднее – снять номер в отеле или арендовать квартиру. Квартира, которую мы сняли, состояла из одной комнаты и кухни. В комнате есть большая кровать, две прикроватные тумбы, большой шкаф и еще один комод. Давайте посмотрим, что находится в коридоре. Коридор немаленький, в нем есть тумба, на которую можно присесть, чтобы снять обувь. Ну и в целом много места, чтобы зайти, раздеться и оставить вещи. Давайте теперь пройдем в ванную. Ванна тоже немаленькая, ванна и туалет находятся в одной комнате. В принципе, здесь все стандарта – умывальник, зеркало, стиральная машина. Конечно, большой плюс, что здесь полноценная ванна, а не душ. Ну а теперь давайте пройдем на кухню. Как вы можете видеть, кухня немаленьких размеров. Здесь есть все необходимое, что должно быть на кухне. Большой двухкамерный холодильник, микроволновая печь, электрокипятильник, электрическая плита с духовкой. Есть даже диван с кроватью. А вот кондиционер один в квартире, который находится на кухне. Комната большая, светлая, порядка 18 квадратов. Ну в общем, кухня была большая, как полноценная комната. Из кухни мы попадаем на застекленный балкон. Нам вдвоем с коллегой проживать в данной квартире было в самый раз. Вот и закончилась моя командировка. Я бы хотел выделить плюсы и минусы проживания в данной квартире. Плюсы – это, конечно же, локация. Жилой комплекс находится в центре города. Это наличие охраняемой территории и вахтера. Установка домофона и видеокамер на входной двери. А также наличие магазина прямо у дома. К минусам я бы отнес то, что весь процесс переговоров между арендодателем и мной происходил онлайн. Например, у меня нет Каспи. Это система онлайн-платежей в Казахстане. А оплату нужно сделать именно на него. Поэтому для меня было бы лучше передать деньги наличкой конкретному человеку. А не ездить по незнакомому городу в поисках Каспи-терминала. Тем более, я даже не знаю, как переводить деньги через Каспи-терминал. Оплату принимают только в национальной валюте. А я взял доллары. Как было указано в агрегаторе поиска отелей. Звонки с иностранных номеров арендодатель не принимает. Поэтому все переговоры приходилось вести онлайн через переписку. В целом, плюсов все же больше. Поэтому, если бы я приехал в Алмату на срок более недели, то, скорее всего, я бы заново выбрал эти апартаменты. Ну, а если видео вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.